К другим темам в Думе округа прошла встреча законодателей с участниками регионального слета оленеводов и работниками отрасли. Собравшиеся обсудили готовящиеся поправки в окружной закон о государственном регулировании и государственной поддержке развития северного оленеводства в Чукотском автономном округе. Все подробности в нашем сюжете. В Думе округа состояла встреча законодателей и руководителей муниципальных сельскохозяйственных предприятий, работников 14 оленеводческих и двух фермерских хозяйств. Собравшиеся обсудили насущные проблемы отрасли, главными из которых остаются улучшение быта тундровиков и увеличение численности поголовья животных. Ежегодно на поддержку оленеводства из регионального бюджета выделяется 1 миллиард 200 миллионов рублей, еще 68 миллионов из федерального. Средства значительные, но некоторые проблемы в отрасли не решаются. Внесение изменений в региональный закон о поддержке развития северного оленеводства является одним из главных вопросов для законодательных органов региона. Я хотел бы больше сегодня построить наше совещание вокруг одного закона. Это наш главный и основной закон о государственном регулировании и государственной поддержке и развитии северного оленеводства в Чукотском автономном округе. Это наш закон, он принят еще 4 июля 2007 года. И вы знаете, когда мы начали с ним работать, вот что удивляет. Закон хороший, но там очень, мне кажется, как бы мало прописано, вот именно о чем я сказал, о человеке. О человеке оленеводстве, о самом главном. Председатель Думы округа Александр Маслов отметил, что в первую очередь на контроль будут взяты вопросы социальных выплат, оказания медицинской помощи, в том числе стоматологической, а также организация кочевых школ. Но самой важной проблемой в отрасли на сегодняшний день остается кадровая. По словам председателя союза оленеводов округа Владимира Етлина, оленевод оказался в самом низу социальной структуры села. Наиболее острый вопрос, который волнует и старых, и молодых, потому что все задумываются над тем, какова перспектива. Сюда мы можем еще миллиард найти денег, наверное, и будут изыскиваться эти средства, но если наша тундра обезлюдит, мы будем просто деньгами разбрасываться по тундре. И я думаю, что пользы будет мало от этого. Поэтому вопрос стоит, конечно, о том, как закрепить оленевода. На встречу было принято решение расширить и углубить некоторые статьи регионального закона. Например, прописать в пункте 4 о социальных гарантиях предоставление жилья оленеводам. Кроме основного закона, собравшись, обсудили и другие нормативные акты. Например, прозвучало предложение на законодательном уровне урегулировать вопрос ответственного недропользования. Это касается взаимодействия метропользов, теремикольных народов, общественных формирований. Это защита эстонных территорий, ведется традиционная хозяйственная деятельность, ведется традиционную прожизию. И Дума предложила правительству округа внести в порядке законодательной инициативы проект окружного закона об ответственном метропользовании на территории Чикотского округа. Данный законопроект разработан. Он направлен департаментом промышленной политики в адрес комитета природных ресурсов и экологии для работы и направления в адрес правительства Чикотского округа для последующего предоставления в Думу региона. В ближайшее время специалисты изучат подробно законопроект и внесут свои поправки. Ассоциация коренных малочисленных народов Чикотки также обозначила свои предложения. Обсудили и съезд оленеводов России, который пройдет на Чикотке в 2022 году. Александр Маслов подчеркнул, что до этого времени нужно решить все текущие проблемы отрасли. Анастасия Матросова, Александр Кузьминов, Вести Анадрь.